Подъезд к мосту со стороны села сейчас больше напоминает американские горки, чем нормативное асфальтовое полотно. Если измерить на глазок, то глубина ям достигает 20-25 сантиметров. И, судя по всему, провал этот будет углубляться, потому что грунт проседает от любых нагрузок. Местные жители даже объезжают опасный участок по встречке. Благо, движение по мосту не такое интенсивное, как в городе. Активисты Общероссийского народного фронта били тревогу еще в ноябре прошлого года, когда дорожники из ДСП-11, выигравшие тендер, вели здесь работы. Работы на данном участке дороги через мост проводились в сильные морозы 16 ноября 2015 года. И сумма, которая была выплачена из бюджетных средств за вот эти работы равна 4 миллионам рублей. 4 миллиона рублей – это сумма полного контракта с учетом асфальтирования одной из сельских улиц. Но на мост ушла большая часть этих средств. Общественники обращались к дорожникам, а затем в прокуратуру, с тем, чтобы надзорники проверили качество работ. Ответ прокуратуры был удивительно прост, что замечаний к выполненным работам они не имеют. И претензий к качеству выполненных работ они не имеют. Поэтому нами было повторно написано письмо, чтобы еще раз более объективно надзорники проверили то, куда ушли бюджетные средства. Прокуратура проверку делала зимой. Когда просадки грунта не было, сейчас выводы, разумеется, будут другие. Как говорится, проблему видно невооруженным глазом. Теперь дорожники будут устранять брак за свой счет, ведь мост в течение пяти лет находится на гарантии. А потратиться придется. Работы предстоят масштабные. Асфальт снимут, привезут несколько машин гравия, уплотнят его и вновь закатают асфальтом. Виктор Лушников, Дмитрий Кузнецов, Вести Хакасия.